Доброе утро! Примерно в наших краях. Говорите, что на улице холодно. Разве что это зима? Ну мы же такие ребята уже стали избалованы, потому что зимы постепенно превращаются в трансферии. Это вы-то избалованы. Дело в том, что Денис Шаповалов стал первым классическим артистом, который сыграл на Северном полюсе. Видимо, на этой виолончели либо это не повезли. Практически, да. В общем, да, рекорды были установлены, потому что первый музыкант на Северном полюсе, первый итальянский инструмент на Северном полюсе, поэтому было не так уж холодно, минус 30 вполне себе привезло. А зачем? Вот такой я задам. А почему Северный полюс? Играть нет? Ну я думаю, это авантюра такая просто, знаете, как вот поедешь, да, поеду, потому что будет что-то рассказать потом внукам, интересно. Так вот какой он Северный полюс? Северный полюс. Да выходишь, если на улицу сейчас выйти, закрыть глаза и представить, что Северный полюс, в общем-то, то же самое. Дует ветер, холодно, да. Руки мерзнут. Руки мерзнут, бегают вместо людей-медведей, на работу опаздывают, поэтому... Строчно так же. Роны не лопаются? По-разному бывает. В зависимости, да, от количества вот белых медведей, потому что это... Денис, вас называют учеником Ростроповича. Вам удалось пообщаться с маэстро, а вот на сцене вместе вы были с ним? Ну, на самом деле, я могу сказать, что, конечно же, все вилончелисты планеты Земля, они являются... Ученики. Ученики, дети, внуки, правнуки, кто угодно, потому что такой вот кумир вилончельный, в общем-то, бог вилончельный, поэтому, конечно же... Но он вам благоволил все-таки. Дело в том, что мы в течение 10 лет очень близко дружили и играли, конечно же, много концертов, что для меня такая гигантская, огромная радость на всю жизнь. А с кем еще из музыкантов приходилось вам работать? Я понимаю, что список длинный, но, тем не менее... Список длинный, ну, наш любимый, дорогой Юрий Башмет, Владимир Спиваков, в общем, такие фамилии, которые... А, вы же в Виртозах Москвы, на самом деле. Виртозах Москвы, да, я сотрудничал, поэтому, в общем, такие фамилии известные, в общем, не только в России. Сейчас вы в каком-то оркестре одном играете, либо вы как солисты развиваете по-разному? Я свободный художник, солдат удачи, бегающий по планете Земля. Но вы еще и дирижируете. Еще и дирижирую, представляете? Так. А одновременно это можно делать? И еще на кучу разных инструментов играю. Одновременно на Северном полюсе дирижировать и играть. Можно, абсолютно, друзья, все можно. Музыка позволяет сделать все. Денис, хотелось бы спросить вашего совета для маленьких детей, которые ходят в музыкальную школу. Виолончель не самый популярный инструмент в музыкальной школе. Чем он может привлечь? Чем, точнее, привлечь, что пойти на него может всякий. А вот остаться там, вот полюбить его, какой секрет? Секрет, ну, я думаю, что он, на самом деле, слово непопулярный. Как бы тут не совсем, я бы сказал, что он один из самых сложных. Поэтому в освоении он требует таких многолетних упорных трудов. Но по своим качествам и по своей красоте, конечно же, он один из самых прекрасных. Потому что это человеческий голос. А когда у ребенка руки опускаются, и вот чего подбудрить? Вот я хотела бы спросить, когда раздражает инструмент, тебе хочется, не знаю, хлопнуть крышкой, выкинуть струны все. Конечно, я в детстве проходил мимо рояля, думаю, а, надо его об угол случайно задеть, чтобы так уже не пойти на урок какой-то. Такие мотивы были, потому что, конечно же, любая сложная вещь, она в ребенке вызывает определенное такое. Но прекрасность музыки, она все равно побеждает. Хотим в фрагмент чего-нибудь. Ну вот сегодня прозвучит Гайн, да. Вот я сыграю им точек Гайна, вот насколько здесь на диване возможно, потому что вечером будет звучать Гайн. Я думаю, что с утра эта музыка поможет всем. Чтобы проснуться, выпить чай. Гайн. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Денис Шаповалов, замечательный виолончелист, один, наверное, из выдающихся музыкантов современности. Ну, Милена, прямо сейчас твое слово. Да, и не забываем, дорогие друзья, что сегодня в 18.30 наш гость ждет вас в Свердловской филармонии. Ну, а прямо сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, выпьем молочка и вернемся в студию.